Вера Васильева Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет, сообщает Московский академический театр Сатиры. Там не уточнили причину смерти. Наш театр постигло большое горе, не стало Веры Кузьминичной Васильевой, нашей любимой Верочки, говорится в сообщении на сайте театра. В театре выразили соболезнования близким, друзьям и поклонникам актрисы, пообещав объявить дату прощания позднее. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в театр Сатиры. Впрочем, Сатиру я никогда не любила и даже не понимала ее. Я была полна сентиментальных романов и мечтала о Ларисе из «Беспреданницы», рассказывала артистка в интервью ТАСС в 2020 году. Тем не менее, она прослужила в театре 75 лет. Юбилей отмечался в марте этого года. На счету Васильевой более 60 ролей. Одна из наиболее известных графини Альма Вива в спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Его в 1968 году поставил театральный режиссер Валентин Плучек по пьесе Пьера Бомарше. В последние годы Васильева играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам. Актриса снялась в более чем 40 фильмах. Ее первой киноработой стала эпизодическая роль в ленте «Близнецы» 1945 года. Два года спустя Васильева исполнила роль Анастасии Гусенковой в картине «Сказание о земле сибирской», за что была удостоена сталинской премии. Также она снималась в фильмах «Чук и Гек» 1953 года, «Мама главных героев», «Свадьба с приданным» 1953 год, «Бригадир колхоза Искра» Ольга Степанова, «Звезда экрана» 1974 год, «Таня», «Карнавал», «Мама студентка москвича Никиты». Звание народной артистки СССР Васильевой присудили в 1986 году. Она была удостоена орденов за заслуги перед Отечеством II, III и IV степеней, а также орденов почета и дружбы. Субтитры создавал DimaTorzok